Девушки отдыхают Девушки отдыхают Очень полезно разыгрывать ситуацию С-кам Ты кто? С-кам Кам плеть? Кто знает? Кам плеть? Кам чувашла плеть? А кто знает по-чувашски? Кам чувашла плеть? Например, заходите в какой-нибудь офис и спрашиваете Кам чувашла плеть? Не поймут, не поймут Но если поймут, общение вам обеспечено Конечно же, вы знаете, что в чувашском языке есть и падежи В этом случае вопросительное слово «кам» меняется, например Больше ситуаций, где вы можете спросить и все получится Из-за кама палладан Ты кого знаешь? Ты с кем знаком? Из-за кама палладан Ни гамада Никого Ни гамада Камба С кем? Из-за камба пырадан Ты с кем придешь? Камба пырадан Камзар Без кого? Из-за камзар тун захладан Ты по кому скучаешь? Без кого скучаешь? Из-за камзар тун захладан Камжан Для кого? Ради кого? Из-за камжан таражадан Для кого ты стараешься? Из-за камжан таражадан Каман Камго Чей? Каман Ку каман книги Это чья книга? Ку каман книги Каман у кщабур У кого есть деньги? Каман у кщабур Хороший вопрос, не правда ли? Каман и дубур У кого есть вопрос или вопросы? Каман и дубур Камра Представьте, что вы ищете ключ И не можете найти и чувствуете, что их кто-то взял И тут уместно спросить Камра, ущи У кого ключ? Камра, ущи Камран От кого? Из камран поледень Ты от кого узнал? Из камран поледень Следующее вопросительное слово Мень Что? Ку-мень Что это? Ку-мень Вам мой совет Найдите себе человека, который говорит на языке И поспрашивайте его, указывая на окружающие предметы Ку-мень Для того, чтобы поздороваться, мы можем сказать Иракун-полдар Добрый день Иракун-полдар Вполне себе формально Так говорят, когда серьезные люди беседуют о серьезных вещах Сывлах-сунадов Здравствуйте Сывлах-сунадов Тоже вполне себе формально Это опять же тот случай, когда нам нужно произвести положительное впечатление Запоминайте Салам Привет Салам Это отличное приветствие для компании друзей, родственников, сверстников Ованы Привет Здравствуйте Ованы В данном случае мы здороваемся через вопрос То есть, все хорошо Да, именно так приветствовали друг друга наши предки Хотя в некоторых регионах, например, Самария, до сих пор так и говорят Ну что, взяли на вооружение? А потом мы обычно говорим Изир Меньятла Как вас зовут? Изир Меньятла Эбе Антонина Ятла Можно прибавить Палашмахавас Рада познакомиться Палашмахавас Ну а если вы не хотите знакомиться Вы можете сказать Эбе Палашмастов Я не знакомлюсь Эбе Палашмастов Можно подойти из другой стороны Например Кожару Идадов Прошу прощения Кожару Идадов Итмайю Раде Можно спросить Итмайю Раде На что вы можете услышать Эбе Зири Идледи Я слушаю вас Эбе Зири Идледи Эбе Зири Тачта Курна Бег Я кажется вас где-то видел Эбе Зири Тачта Курна Бег Итла Анзад Слишком просто Итла Анзад Может и правда Курна Ища Ван Ба Поэтому должен быть готовый Хурав Ответ Эзир Янажадар Вы ошибаетесь Эзир Янажадар Хотя Разумеется Если вы разглядели Ла Ихщина Хорошего человека Интересный Калаштажа Интересного Собеседника Калмала Чевиркине Приятного Симпатяга То можно продолжить Знакомство Самахмай Кстати Самахмай Изер Щул Чуриме Юродадаре А вы любите путешествовать Щул Чуриме Юродадаре Эбе Пиде Юродадар Я очень люблю Эбе Пиде Юродадар И куда я только не хочу поехать Эбе Италия Каяшин Франция Каяшин Китая Каяшин Турция Каяшин Финляндия Каяшин Вы наверное хотите понять Что это за слово такое Каяшин А переводится оно Очень просто Хотел бы поехать Вообще Слова с аффиксом Ашин Ешин Переводится как Хотел бы Берем за основу глагола И добавляем Ашин Ешин Эбе Телевизор Багашин Поняли? Я хотела бы посмотреть Телевизор Килежедеб Согласен Согласна Килежедеб Эбезомба Килежедеб Я согласен с тобой Эбезомба Килежедеб Килешмеле Нельзя не согласиться Килешмеле Смахмай Кстати Те из вас Кто уже немного Понимает чуварский язык Наверное Несколько насторожились А разве Слово Килежме Не означает Нравиться Все правильно Но это слово У которого Не одно значение И даже не два А много И поэтому Будьте внимательны К окончаниям Эзомана Килежедеб Ты мне нравишься Эзомана Килежедеб Эбезоман Килежедеб Я тебе нравлюсь Эбезоман Килежедеб Но Эбезоман Бакилежедеб Я согласен С тобой Эбезоман Бакилежедеб Ченебе Калазан По правде говоря Ченебе Калазан Ченебе Калазан Эбезом По правде говоря Я не знаю Ченебе Калазан Эбезом Ченебе Калазан Манан Вогачук По правде говоря У меня нет времени Ченебе Калазан Давайте сначала спросим у ваших коллег, какой чай они любят, а может даже обожают. А вот и варианты ответов. Чай из чабреца, чай из чабреца, чай из чабреца, херлиген чай, щегачий, липовый чай, щегачий. А чай еще бывает щара, крепкий щара, шеве, слабый шеве, пылак, сладкий пылак, пылба с медом пылба, сахарба, с сахаром, сахарба, лимонба, с лимоном, лимонба, с судьпе, с молоком, с судьпе. Конечно же пить чай, пачень одному, пачень грустно или по-чувашски мы говорим, кичем, пачень чечми кичем. Пить чай одному скучно. Лучше это делать с друзьями, тусым бе, тус друг, тусым, друзья, тусым бе, с друзьями. Самахмай, кстати, у слова тус есть синоним, юлдаш. Правда, под словом юлдаш чаще всего подразумевается товарищ, а бывает еще пелиш, знакомый, таван, родственник, эштерш, коллега, киржа, сосед. Эбхам, тусым бе, чей, эшме, юрададов. Вы меня поняли? Я лично чай люблю пить с друзьями. Мы уже знаем, как сказать по-чувашски, я бы покушал. Эбе щи ешень. Эбе щи ешень. А можно сказать и так. Манан щи ешки ледь. Я хочу есть. Манан щи ешки ледь. А знаете, в чувашском языке очень часто можно услышать Манан хыром выщри, у меня живот проголодался. Манан у меня хыром живот выщри, проголодался. Чувствуете разницу? Нет, не я проголодался, это мой живот или мой желудок. Я-то вроде ничего. Ну что, пора сказать об Аджи Тутла Волдер. Приятного аппетита, об Аджи Тутла Волдер. Чималда, прежде всего Чималда, эбе салат щи еде. Я буду есть салат. Эбе салат щи еде. Вы спросите, менле салат. Какой салат? Менле салат. Помидор салат. Салат из помидоров. Помидор салат. Хояр салатча. Салат из огурцов. Хояр салатча. Кубаста салатча. Салат из капусты. Кубаста салатча. Итак, что же у нас на первое? Кагай яшки. Мясной суп. Кагай яшки. Кто-то, наверное, скажет, неправда. Мясной суп по-чувашски аж яшки или аж шурьби. И будут отчасти правы, потому что все варианты правильны. Мясо по-чувашски и аж, и кагай. Просто в разных районах по-разному называют мясо. Ну а чтобы никому не было обидно, мясные изделия по-чувашски будут звучать как аж-кагай. Серди яшки, субе серде. А точнее, если уж говорить совсем по-русски, субе сныти. Вот для кого-то, наверное, открытие. Еле-еле, субе серде. А оказалось, что это слово чувашское, а по-русски это сныть. Серде яшки, суб и сныти. Камба яшки. Грибной суп. Камба яшки. Кирбе яшки. Суб из какой-либо крупы. Кирбе яшки. Макарон яшки. Конечно же, суп с макаронами. Макарон яшки. Паржа яшки. Гороховый суп. Паржа яшки. Салма яшки. Суп с салмой. То есть с клетками. Салма яшки. Сыть яшки. Молочный суп. Сыть яшки. Уф, сколько супов бывает. Теперь перейдем ко второму. Например, каша. Пода, каша, пода. Тула-паты, пшеничная каша. Тула-паты. Хура-тула, гречка. Вир-паты, пшенная каша. Вир-паты. Каван-паты, тыквенная каша. Каван-паты. Рис-паты, рисовая каша. Рис-паты. Сели-паты, овсяная каша. Сели-паты. Ур-бабаты. Ячменная каша. Ур-бабаты. Многие слова, связанные с едой, стали интернациональными и не требуют перевода. Котлет, пицца, пельмень, бифстроганов, пюре. Ну а теперь нужно взять что-нибудь на третье. Чей, чай, шив, вода. Ну уж если вы не знаете, как это называется по-чуважски, но вы это видите, вы просто можете сказать. А нам еще нужно научиться красиво прощаться. И опять же, вариантов много. Чтобы сказать «до свидания», лучше использовать следующую фразу. Можно сказать более простое. Чибер. Пока. Есть, правда, и более официальная форма. Сывопулар. Дословный перевод «будьте здоровы». Но мы используем значение «до свидания», «сывопулар». Это форма на «вы». И «сывопул» – «до свидания». Сывопул – это форма на «ты». Но надо сказать, что у этой формы есть еще и другая коннотация. «Прощайте», «сывопулар», «прощай», «сывопул». Поэтому, возможно, лучше сказать «тепре, куричень». «До свидания», «до того, как снова увидимся», «тепре, куричень». Или «до следующей встречи», «тепре, тель, булычень». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова